На новгородском соколейном дворе новый постоялец. Сегодня его впервые показали журналистам. Это бельчонок. Даже пока микробельчонок совсем малыш. Наталья Хмелева познакомилась с крохой. Кодовое имя этого комочка не утепозимой, как можно было подумать, а граф. Правда, пока официально имя не утверждено. Варианты поступают каждый день, хотя в Новгороде бельчонок обитает. Всего ничего. Буквально несколько дней назад его привезли из Порховского района Псковской области за 200 километров. Как оказалось, растить белку – то еще испытание. Порой чувствую себя мамой ребенка. Как дочка росла, вспоминая ее детство, как кормящая мама. Кормить каждые три часа. Даже ночью я слышу, как бельчонок просыпается, начинает шуршать в коробке. Это значит, что пора вставать, греть смесь и кормить бельчонок. Оставить кроху в родном лесу не получилось. Девушка, нашедшая бельчонка, не нашла гнездо. Да и не факт, что мама-белка приняла бы детеныша обратно. Выход оставался один – везти в Великий Новгород. Благо, что здесь нашелся подходящий корм – смесь для котят. Гнездо, кстати, тоже пришлось обустроить. Ну вот сейчас видно, да, вот этот вот валик. Тут бутылка с горячей водой, потому что бельчонку нужно постоянно греться. Он часто мерзнет? Он мерзнет постоянно, потому что если в природе они греются в гнезде друг о друге, когда мама убегает на поиски пищи, или, ну, естественно, их мама кормит, поет и греет. Что ждет кроху в будущем – пока вопрос. В принципе, белки, особенно такие выкормыши, часто приручаются и на всю жизнь остаются рядом с человеком. Такая судьба для условного графа вполне возможна. Точнее скажут специалисты, когда бельчонок подрастет. Сейчас его нужно выкормить. К слову, с этим проблем точно не будет. Вот такой сюрприз ожидал сегодня обитатели соколиного двора. Всего за сутки новгородцы собрали годовой запас провианта – маленькому бельчонку. Здесь и яблоки сушеные, и орехи, и даже тыквенные семечки. Выглядит аппетитно. Интересно, а можно ли это ребенку? Сейчас поверим. Вкусно. За сохранность корма можно не переживать. Только за время работы нашей съемочной группы гостинцы пушистому новоселу передавали дважды. Где вы взяли лещину? Сами насобирали. В Калининградской области. В Калининградской области, в бельчонку новгородскому орехи. Вы для этого ехали? Нет, мы здесь живем, просто орешки были. Яблоки, то, что просили. Потом грибы сучьи, орешки кедровые. А, это шиповник и кедровые орешки. Такая отзывчивость не может не радовать, рассказывают сотрудники соколиного двора. И приятно, и помощь серьезная. А будет еще серьезнее, если кроме желающих обеспечить провиантом бельчонка, найдутся и будущие хозяева для некоторых уже взрослых птиц. Такие здесь тоже имеются. Наталья Хмелева, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.